И подробнее эту тему обсудим с нашим гостем Ярослав Башко, глава Центра политических исследований Доктрина. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Помощь Украине остается в приоритете НАТО, говорил, заявил об этом новый Генсек Альянса. По вашему мнению, что-то может измениться в отношениях Украина и НАТО, возможно, улучшится? Ну, все-таки главная проблема она в том, что Генсек НАТО, он по сути не управляет странами НАТО. То есть выполнение этих обязательств, которые на себя берет Альянс, оно зависит очень сильно от позиции стран, от того, как каждое национальное государство сделает эту работу в отдельности. И часто генеральный секретарь не имеет на это возможности повлиять. Он остается таким своеобразным переговорщиком, который всегда ищет компромиссные решения, находит средние позиции между основными игроками в Альянсе. И поэтому, конечно, я думаю, что общая тенденция, которую мы называем нерешительность НАТО, она сохранится. Но на самом деле это нерешительность не НАТО, а Соединенных Штатов Америки. Это конкретно позиция США, конкретно позиция американской администрации, основанная на опасениях, промедлениях, различных излишних перестраховках. Вот она, к сожалению, остается главным тормозящим фактором для всего Альянса, потому что побочно влияет и на позиции других стран по НАТО тоже. А может измениться в вопросе вступления Украины в Альянс? Из-за изменения генерального секретаря, конечно же, нет. Это все решение, которое в первую очередь зависит от Соединенных Штатов. И мы увидим зеленый свет решению, именно если Соединенные Штаты изменят свое отношение к этому вопросу. То есть выйдут в более такую творческую рамку подхода к этой ситуации с войной, не будут настолько сторонниками вот этих всех заскорузлых историй про абсолютное там соблюдение правил Вашингтонского саммита 99-го года и такое-такое прочее. Да, потому что на самом деле не принимать страну с определенными территориальными конфликтами, это же не установщие документы НАТО, это резолюция Вашингтонского саммита 90-х годов. Да, и в какой-то мере новый саммит, он бы мог потенциально когда-то эти документы нивелировать, если бы была на то политическая воля. К сожалению, не генеральный секретарь НАТО принимает это решение, иначе Украина бы уже могла быть гораздо ближе к вступлению в НАТО, чем она сейчас. А как считаете, сможет ли Рют лоббировать вопрос по поводу сбивания российских ракет, которые летят на территорию Украины, летят точнее те страны, которые являются членами Альянса, но через Украину? И опять же, по ударам вглубь территории Российской Федерации, сможет ли он как-то повлиять или опять же нет? По ударам вглубь, я думаю, да, потому что это та история, которая в том числе им поддерживается. Сегодня он сделал заявление и твит соответствующий касаемо того, что вот он сторонник предоставления Украине права наносить удары вглубь территории РФ. Касаемо сбития российских объектов, мы понимаем, что над Украиной, скорее всего, нет, потому что это будет расценено как прямое участие стран НАТО в боевых действиях. Да, они, конечно же, боятся, что в данном случае Россия это вот именно таким путем будет оценивать, как прямое участие стран НАТО в боевых действиях, и, соответственно, может начать какие-то вооруженные провокации там на Балтике или, например, в Скандинавии или в территориальных водах где-то стран НАТО. Вот этого они очень серьезно опасаются. Конечно же, для них любое избежание такого риска, оно является желаемым сценарием, к сожалению. Но вот по поводу того, чтобы сбивать НАТО территории стран НАТО, тут, конечно, я думаю, что уже полный консенсус, что это необходимо. Еще один вопрос хочу с вами обсудить. Не слушать ядерные угрозы России, потому что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия. Так новоизбранный генеральный секретарь НАТО Марк Рютт прокомментировал изменения российской ядерной доктрины. Давайте его услышим и обсудим. Конечно, мы слышим регулярные угрозы Кремля, и эта риторика безрассудная и безответственная. Но в то же время, я должен четко подчеркнуть, мы не видим никакой нависшей угрозы применения ядерного оружия. Это то, что я должен сказать о состоянии дел в настоящее время. Пусть говорит о своем ядерном арсенале, ведь он хочет, чтобы мы говорили о его ядерном арсенале. А я думаю, что нам этого не стоит делать. Нам нужно сосредоточиться на том факте, что сейчас угрозы применения ядерного оружия нет. Марк Рютт, генеральный секретарь НАТО. Может ли здесь как-то меняться политика НАТО в отношении избежания вот этого ядерной угрозы? Ну, здесь тоже как бы специфика в том, что НАТО это обслуживающий орган. Да, в данном случае НАТО это не государство. Основными игроками в вопросе ядерного разоружения является США. Тут история в том, что снова ответственность полностью лежит на Соединенных Штатах Америки. НАТО выступает как в первую очередь аналитический центр. У НАТО нету своих армий. Это армии стран, входящих в НАТО. То есть в любом случае реагировать будет непосредственно на любую силовую угрозу кинетическую президент Соединенных Штатов и президенты других стран НАТО. То есть непосредственно сами государства. Альянс, то что может Альянс как структура, это собрать разведывательную информацию, провести по этому поводу изучение ситуации, возможно научную экспертизу оплатить какую-то, мониторить этот вопрос тщательно. Но мы понимаем, что так или иначе нету такого какого-то со стороны России сейчас жеста, который она бы не делала ранее. Да, изменение стратегической ядерной доктрины, оно присутствует. Но ведь изменилась и сама ситуация с ядерным оружием. Потому что Россия распространила его в том числе на территорию Беларуси. И это тоже нашло отражение в доктрине, безусловно. Поэтому я думаю, что основная проблема как раз будет в том, что оружие если будет применяться, то точно не с какими-то предупреждениями там перед этим, не с какими-то намеками. И может быть даже не по доктрине, а просто в критической ситуации, где вот они сочтут, что это вот осталось единственным необходимым шагом, который принесет меньше угрозы, чем его неприменение. Но сам такой сценарий, он выглядит сейчас довольно фантасмагорично. Потому что, во-первых, у России нет необходимости куда-то спешить. Срочно это очень важный момент. Во-вторых, война затянулась в такую длительную фазу немытьем, так катаньем. И вот Россия на это согласилась. То есть Россия согласилась вести длинную позиционную войну. Это значит, что в этой логике сейчас ей ядерное оружие не составляет какого-то стратегического интереса, а приносит только дополнительные стратегические риски. Но дискуссия о ядерном оружии, попытка сманипулировать тезисами – это хороший инструмент для демобилизации общественного мнения на Западе, для разогрева пацифистских настроений, которыми еще пользовался даже Советский Союз в свое время. А по поводу сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, Марк Рюту заявлял, что планирует работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, независимо от результата выборов в стране. Говорил о том, что хорошо знает обоих нынешних кандидатов. По вашему мнению, в зависимости от того, это будет Дональд Трамп или Камал Харрис, как будет это влиять на работу Альянса? Ну, страны будут оставаться членами НАТО. Это важно. Стратегический курс Трампа, он, конечно, выглядит как принуждение Европы к стратегической оборонной автономии. То есть заставить Европу платить за свою безопасность – это действительно логично с точки зрения США. Но тогда Европа может заиметь альтернативные интересы. Потому что почему ранее это не делалось? Потому что делать Европу очень самостоятельной в плане обороны – это означает, опять же, ставить вопрос о том, что сама конструкция НАТО, возможно, она может со временем претерпеть серьезное устаревание. Потому что европейские страны могут задуматься о своей оборонной инициативе. Если они уже вбухивают такие деньги в оборону, то зачем им быть в панамериканском проекте, завязанном на США, если они могут, условно говоря, строить свой европейский. Об этом все чаще говорят. Это сохраняется риск. Поэтому тут они как бы между молотом и наковальней, американцы. С одной стороны, понятно, что логично, что Европа должна платить больше за себя. Но, с другой стороны, тогда Европа будет находиться в положении, где она может уже настолько не оглядываться на позицию Соединенных Штатов и их интересы, если она будет стратегически автономна с точки зрения обороны. Ярослав, еще хочу с вами поговорить о предыдущем генсеке. Владимир Зеленский поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины на посту генерального секретаря НАТО. Давайте услышим президента. Я благодарен Йенсу Столтенбергу за поддержку Украины на протяжении всего его пребывания в должности генерального секретаря НАТО. Я глубоко ценю его личные усилия, направленные на объединение членов альянса, чтобы помочь Украине победить и укрепить вооруженные силы. Курс Украины на членство в НАТО необратим, и мы остаемся преданными этой цели. Владимир Зеленский, президент Украины. В соцсети X. Известно ли уже, чем дальше будет заниматься Йенс Столтенберг и будет ли играть какую-то роль на геополитической арене? Ну, он сказал, что я возвращаюсь к жене. Сказал, что будет отдыхать пока. Но я думаю, что для него будет найдено какое-то место. Скорее всего, консультирующий. Или в каком-то западном аналитическом центре. То есть тут вопрос не в том, что для него приготовили место, а в том, что его, скорее всего, просто захотят куда-то захантить, куда-то пригласить. Будет ли он влиять на геополитику? Я думаю, как эксперт. То есть тут история в том, что... Ну, мы помним, например, вот Расмуссен, который тоже бывший генсек НАТО, который долгое время тоже работал в аналитических структурах и в консалтинге. И потом стал еще в Украине работать в том числе. Он был советником и при прошлой власти. То есть вот это типичный карьерный путь людей, занимающих подобные должности. И я думаю, что Столтенберг тут не будет исключением. И особенно учитывая то, что вот Рюте, Столтенберг, Расмуссен — это генсеки, которые разглавляли НАТО, наверное, в самые кризисные времена для Альянса. Потому что самые кризисные времена для Альянса были не в 60-х. Когда Альянс только-только становился на ноги и в целом не стояла проблема его развала. А самая главная проблема у Альянса начинается сейчас, когда на Западе слишком усиливается дискуссия о скепсисе по поводу проектов совместной обороны. О скепсисе касаемо, например, роли США в Европе. Или о скепсисе, например, по поводу необходимости вообще иметь активную внешнюю политику у многих стран. В желании жить вот этой автономной, такой типа тихой городской жизнью. Думать, что вся политика была сконцентрирована вокруг канализации. Зачем нам ракеты? Зачем нам самолеты? Мы сами жили в стране с таким дискурсом довольно долгое время, к сожалению. И за это в том числе платим. Поэтому новый генсек НАТО, я думаю, его управление тоже будет в довольно кризисных обстоятельствах. Потому что Альянсу нужно не просто противодействовать сейчас России, в какой-то мере потугам Китая, Ирана и других центров влияния. Ему нужно бороться еще за свое выживание как концепции и внутри западного мира тоже. И в этом тоже серьезная задача. Ярослав, спасибо вам огромное за вашу аналитику. Зрителям напомню, это был Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина». Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.